Привет, дорогие друзья, с вами снова Дагмама Аня и мои собачки Чихуа Софи и Эйвон. Совсем скоро Новый год, а Новый год и любые праздники, большие шумные компании, это всегда большой стресс для собаки. И очень многие люди сильно переживают за своих собак, особенно перед Новым годом. И очень часто вы спрашиваете меня, как уберечь собаку от салюта на Новый год. Конечно же, можно заниматься долгим и постепенным приучением собаки, громким шумам, праздникам, салютам, фейерверкам, но на это действительно потребуется довольно много времени, а времени сейчас у вас уже не осталось, ведь Новый год всего через несколько дней. Поэтому сегодня я хочу поделиться с вами очень оригинальным и интересным лайфхаком, который поможет вам уберечь свою собаку от стресса на Новый год. Об этом способе я узнала от своих друзей-американцев, у которых собака была очень боязливая и боялась абсолютно всего. К сожалению, в России этот способ вообще практически не распространен, и о нем знает очень мало людей. И самое интересное, что он действительно работает. Ну что ж, поехали, я вам его покажу. Этот простой лайфхак помогает преодолению у собак различных страхов, комплексов и привычек. Называется он по-английски anxiety wrap, что буквально переводится как обертывание от тревоги. Этот метод разработала знаменитая американка-психотерапевт животных Линда Теллинтон-Джонс. Бинтование тела уже давно успешно используется в космонавтике и в области детской психологии. Благодаря бинту собака приобретает сильное чувство собственного тела, что позволяет ей избежать стресса, пока она его носит, и придает уверенности в движении и поведении. Особенно это рекомендуется собакам, которые боятся грозы или фейерверков. В Америке уже даже производят специальные успокаивающие костюмы для животных. Но для этого можно использовать и простой эластичный бинт, который у нас продается в любой аптеке. Самый простой способ наложения бинта-антистресс – это половинное бинтование. Берется середина бинта, прикладывается к груди, концы бинта протягиваются на спину, перекрещиваются на лопатках и опускаются вниз за передними лапами, как бы обхватывая их, возвращаются наверх и завязываются на пояснице. Бинт должен хорошо прилегать к телу. Повязка не должна быть ни слишком тугой, ни слишком свободной. Если она будет чересчур свободной, она не окажет воздействия. Если слишком тугой, она может мешать движениям собаки и нарушить кровоснабжение. Некоторые собаки сначала будут пытаться снять с себя этот бинт. Попробуйте исполнить несколько команд, чтобы отвлечь питомца поиграть или погулять. Суть в том, что бинт дает организму чувство равновесия и сенсорные сигналы, которые не содержат никакой угрозы, а наоборот, создают внутренний покой, концентрацию и дает лучшее ощущение собственного тела. В том числе, сам эффект похож на то, будто собаку кто-то обнимает. Есть разные способы полного бинтования, и они зависят от личности каждой конкретной собаки. У робкой собаки бинт накладывают под хвостом, у доминантной – над хвостом. Полный вариант бинтования придает большую осознанность движения и повышает координацию между конечностями. Но начать стоит с половинного варианта. Бинтование используется при неуверенности, беспокойстве, нервозности, повышенной чувствительности к звукам, при проблемах с ездой в машине, а также при хронических заболеваниях суставов, после травм и операций и в спорте. Начинать ходить в бинте можно с 15 минут, например, ходить на неспешную прогулку, чтобы собака привыкала. Больше чем на час-полтора такую повязку накладывать не стоит, только если собака чувствует себя в ней комфортно и практически на нее не реагирует. Этот способ в Америке используют очень многие со своими собаками именно на Рождество, когда вокруг шум, фейерверки и много людей. И он действительно работает, если правильно им воспользоваться. Кто не боится салютов? Мои детки не боятся салютов! Этот способ можно применять не только на Новый год и во время салютов, но и на любые другие шумные праздники, мероприятия, а также для собак, которые очень часто боятся. Но это совсем не означает, что не нужно работать над своей собакой, налаживать с ней контакт и приучать ее не бояться шумов, салютов и так далее. Как я уже сказала в начале, в России этот способ не очень распространен, поэтому было бы неплохо, если бы перед Новым годом вы поделились этой информацией со всеми знакомыми, у которых есть собаки, а особенно собаки, которые нервничают и боятся, когда слышат громкий шум, салюты, фейерверки или вообще, в принципе, склонны к стрессу. И не забывайте подписываться на мой новый личный канал, Эни Мэджик, как раз сегодня там новогодние лайфхаки. С наступающим вас Новым годом! Ну как, София, чувствуешь спокойствие? Эээ, я еще пока не поняла, но потом привыкла. Но я и так-то, в принципе, салютов не боюсь. Я и так не на стрессе, поэтому изменений я и не заметила. А Эйвен в повязке будет на Новый год, как солдат! Отстань, София, ну и что, мама за тобой мне позаботилась! Ну и что, за-за-за-за-за-за-за-за-за у меня костюм мумии на Новый год будет, а у тебя нет. Эээ, я тоже хочу костюм мумии. Пошел, попрошу. Вот она, София будет без костюма мумии. Эй! Ну и что? Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь нам комментарий. Ох-хо-хо-хо-хо! А еще смотри еще, ролики смотри еще, всякие смотри еще, 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 еще. Ох-хо-хо-хо-хо!